Рюзгер, ты сказал, что будешь говорить о важном во время еды. Ты можешь найти тюрьму, где находится этот Юсуф. Именно тех заключенных, с кем он сидит. И связаться с их семьями. Зачем тебе все это? Ты же посадил его в тюрьму, тебе не хватило? Что значит хватило, брат? Я только начинаю. Кажется, ты немного преувеличиваешь, парень. По любовь это разве не война, Мерт? Что победить? Разве не нужно быть безжалостным? Только мне вот что интересно. Что? Как этот Юсуф пришел в то место, о котором знали только ты, я и папа? Я не говорил. И папа тоже не мог сказать, это понятно. Остается только лишь одна вероятность. Мне кажется, ты уже начинаешь нести бред. По-твоему, это сказал брат Фикри, который привез туда Аду. Может быть, но не знаю. Когда я туда приехал, все уже кончилось. Этот неряшливый мужчина рядом с Юсуфом, который довез нас Аду и до больницы, я хочу узнать, кто это. Бездомный человек. Я не думаю, что что-то выйдет. Ты все-таки посмотри. Чтоб не путался под ногами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это за сюрприз, Юнгяр? Я уже начала думать, что ты забыл про ужин. Ради бога. Я заберу себя. Забуду свое имя. Но не забуду дорогу в этот дом и женщину, ждущую меня. Добро пожаловать. Спасибо. Как ты, дочка? Хорошо, папа. А ты? Немного усталый. Начнем сервировку, Нурджан. Посмотрим, что вы приготовили. Грибной суп. Здоров, я вашим рукам. Но, знаете, у меня совсем нет аппетита. Спасибо. Ты не расскажешь, Юнгяр? Я думаю, Джемре достаточно рассказала. Надеюсь, ты не забываешь про слово, данное мне. Ради бога, какое обещание я не сдержал до этого дня? Тогда кто были эти девушки и парень на ферме? Джемре, я и на ферме тебе сказал. Всему свое время и очередь. Когда придет время, я расскажу вам, кто они. А теперь с вашего разрешения. Мне надо работать. Но ты ничего не съел. Нет, мне надо уладить кое-какие дела. Я иду в кабинет, пожалуйста, оставьте мне немного одного. Мама, не смотри на меня. Я рассказала тебе все, что видела. Налян. Что ты делаешь? Ухожу. Что значит ухожу? Куда уходишь? Куда угодно, Мерт. После того, как я узнала, почему ты захотел меня и моего ребенка, я здесь ни секунды не останусь. Может, ты немного преувеличиваешь? Ничего я не преувеличиваю. Я думала, что ты хочешь меня и моего ребенка, потому что ценишь нас. Но твоя проблема была в другом. Или же ты веришь в слова Нихали Рюзгиара? Не стоит, Мерт, все очевидно. Налян. Ты носишь в животе моего ребенка. Моего. Это нечто другое. Ни деньги, ни статус меня не волнуют. Единственное, что меня интересует, мой ребенок. Наш ребенок. Хоть бы я могла тебе поверить, Мерт. Хорошо? Что я должен сделать, чтобы доказать это тебе? Скажи мне. Скажи, я сделаю. Эрдем был очень болен. Врачи говорили, что он долго не протянет. И мы были в сложном положении. Твой отец обанкротился. А у Эрдема было столько денег, сколько он не мог бы потратить. И мы, и вы, чтобы заполучить деньги, убили его. И отравили ядом, который никто не найдет. Его даже экспертиза бы не обнаружила. Ровно 20 лет прошло. Спустя 20 лет я нашла дома такую же бутылочку, Мерт. Мерт. Что? Ты трогала бутылочку. Ты с ума сошла, Нихаль. Как ты можешь трогать бутылочку? Эту бутылку в дом принес человек, который писал тебе сообщения, искал тебя? Я не знаю. Не знаю. Но все это значит только одно. Есть человек, который знает, что это вы его убили. К тому же владеет даже такими деталями, каким образом вы его убили. Что мы будем делать? Пока он не начал нам угрожать, мы найдем его. Как? Ты принеси мне эту бутылочку. Я найду на ней отпечатки пальцев. Полицию. Нихаль, я настолько глупый, чтобы идти в полицию. Пусть все пройдет, братец Ижуф. Спасибо. Но откуда ты знаешь мое имя? Скажем так, очень ценный брат сказал. Кто этот ваш брат? Кингер Балабан. Здесь нельзя так голодать, брат. Вставай и поешь хоть немного. Я не голоден. А вот так нельзя. Я дал обещание господину Хюнкяру, что ты не будешь голодать. Смотри, Ижуф, этот человек полюбил тебя, дорожит тобой. Он заставил меня поклясться, что я буду защищать тебя даже ценой своей жизни. Он приказывает, мы исполняем. Причин не спрашиваем. Смотри, клянусь, если ты не будешь есть, то я не буду. Буду сидеть рядом с тобой голодный. Я и так болен. Ты станешь причиной этому. Тебя сови замучает. Давай вставай. Хорошо, я сделаю то, что ты говоришь. Но ты расскажешь мне, кто такой Хюнкяр Балабан. Пусть это будет твоим желанием. Ты сначала поешь. Я расскажу тебе, что хочешь, обещаю. Наш человек внутри встретил Ижуфа, господин. Мы следим за ним. Пока он внутри, он в безопасности, не стоит переживать. Стоит, Ариф. Стоит. А не дьявол и Ариф. Имея дела с ними, стоит переживать в 10 раз больше обычного. Если ты хоть немного не будешь переживать, они сделают из тебя куклу. Поэтому я не позволю им убить меня снова. Кстати, вы просили меня сделать один отчет? Ага. Я нашел. Прибыла из-за границы, господин. Прошу. Ариф. Молодец. Посмотрим, что буду делать госпожа Нихали и ее приспешники, когда это обрушится на их дом. Мама. Есть какая-то проблема? Я не знаю, Джемре. И это очень пугает меня. Твой папа точно скрывает что-то на этот раз. Я уверена в этом. Ты знаешь отца? Когда придет время, он расскажет тебе. И ты пока что не дави на него. Да. Я сделал то, что ты хотел. Теперь твоя очередь. Рассказывай. Кто этот Хинкар Балабан? Расскажу, но я не знаю, буду рассказывать о нем два дня. Он не такой человек, которого можно описать двумя словами. Скажу это сразу. Он наш ценный брат, который на нашем пути будет, не задумываясь, защищать нас. Наши пути с ним переплелись несколько лет назад. Точнее, я к нему пришел. Необходимость, нужда, называй как хочешь. Часть моего оружия сошла с истинного пути. Столкнулся с одним из людей, господина Хинкара. Соответственно, нас поймали. И сейчас я здесь. Сейчас я здесь, но я не оглядываюсь назад. Он постоял за мою семью и детей. И когда услышал, что ты попадешь в эту колонию, обратился с особой просьбой. Юсуф, ты верен мне им. Ты иди, найди его человека. Овлати свой долг через меня. Не нужно. Пусть останется при вас. Я сам за себя постою. Не сможешь постоять, Юсуф. Не сможешь. Здесь есть и хорошие люди, и те, с которыми не стоит связываться. Ты все же будь осторожен. А, братец? Добрый вечер. Ты когда успел выйти на улицу? Что это у тебя в руках? Это торт. Я вышел подышать свежим воздухом, на полпути решил купить. Дорогой, ты сразу пошел и купил. Я просто проболталась про шоколадный торт. А он сразу пошел и купил. Ты продолжаешь меня удивлять. Спасибо. Хватит, дочка. Ты мучаешь себя. А да. Еще ничего не известно. Юсуф даже в суде еще не был. Есть еще и твои показания. На суде дадут 3-5 лет. Ему хватит. Чего вы смотрите, девочка? Раньше в армии нас 2-3 года уходили. Женщины с детьми на руках ждали мужа с армии. Считанные дни быстро пройдут. Я на самом деле боюсь, что в тюрьме с парнем ничего не случилось. Как это? Минутку, что с Юсуфом буду делать в тюрьме? Нет ничего, дочка. Что может быть? Ничего не произойдет. Да не бойся, не бойся. Твой дядя просто так болтает. Мы знаем и говорим у ФТД. Просто так, видите ли. Как это ничего не произойдет? Есть воры, есть мошенники. Есть маньяки. Есть психопаты. Ладно, с мошенником и вором еще можно договориться. А что будет, если столкнулся с психопатом? Я клянусь, этого парня там раздавят, раздавят. Откуда нам знать, что он будет вместе с ними? Ты очень странный, дядя Исмаил. И правду говорю, дочка. Что мне врать? Не говори, не говори правду, Исмаил. Замолчи. Теперь я виноват. Боже мой. Пусть посидит 5-10 лет, выйдет. Нам что делать? Какие еще 5-10 лет, дядя? Нет, нет. Он ведь не выдержит, правда не выдержит. Исуф ни в чем не виноват. Все произошло из-за Рюзгиара. Хорошо, дочка, это мы с тобой знаем. Муж ведь не знает. Смотри. Есть только один шанс. Ты пойдешь к Рюзгиару, убедишь его забрать жалобу. Другого пути нет. Иначе Исуф в тюрьме, а ты раз в неделю будешь ходить и видеть его. Готово? Готово. Все организовано, как ты и хотел. Проблем нет. Люди, увидев деньги, сразу согласились. Они решат. Хорошо. Если итог будет такой, как я и хочу, ты получишь еще больше. Что такое, господа? Чего хотите? Решили устроить тебе экскурсию, брат. Знай, куда идти, чтобы случайно не споткнуться. Отпусти мою руку. Иди вперед, блин. Не заставляй меня здесь разбираться с тобой. Шагай. Брат, не лезьте ко мне. Ты кому, блин, тут приказываешь? А ты чью работу исполняешь, блин? Парень, вы трогаете моего парня. Ты неправильно понял, Кемаль. Мы сделали другу шутку в честь приветствия. Замолчи. Вейсель, я с вами так пошучу своими руками. Увидишь шутку. Проваливайте. Парень, я больше не увижу вас рядом с этим парнем. Ты в порядке, брат? Господин Рюзгер, у вас гость. Рюзгер, мы можем немного поговорить. Но спокойно. Без ссоры борьбы. Как раньше, а? Хорошо. Я слушаю тебя. Исоф случайно выстрелил в тебя. Если бы он не выстрелил, выстрелил бы ты. Хорошо. Ты тоже прав. Зол на меня за то, что ты не приняла твои предложения. Но Исоф не должен быть наказан за это. Таким образом, ты губишь его жизнь. Ты ведь делаешь все, чтобы спасти Исофа, верно? Сделаю. Ради него я жизнь отдам. Но мне не нужна твоя жизнь. Чего ты хочешь? Скажи. Тебя. Нельзя. Нельзя, Рюзгер. Я говорю, что люблю Исофа. Почему ты не понимаешь? Я не влюблена в тебя. Говорю, что не хочу тебя, Рюзгер. А я не хочу, чтобы ты была с Исофом. И что же будет? Не надо. Не делай, Рюзгер, пожалуйста. С одним условием. Есть только одно условие, чтобы ты смогла спасти Исофа. Выходи за меня. Оставь Исофа. И приходи ко мне. Нельзя? Нельзя, я не смогу без Исофа. Я не смогу жить без него. Хорошо? Но не забывай этот момент, Ада. Потому что, когда ты в следующий раз придешь ради Исофа, это предложение сделаешь мне ты. И будешь умолять, чтобы я согласился. Сонгюль? Слушай, господин Рюзгер. Госпожа Ада уходит. Рюзгер! Рюзгер, стой! Рюзгер, пожалуйста, не делай так. Исоф не сможет там находиться. Госпожа Ада. Рюзгер, давай поговорим. У тебя совсем нет совести. Я уйду сама, Сонгюль. Кратис, Исоф. Кажется, внутри мы немного плохо поступили с тобой. Прости за это, мы... Очень, очень... Простим прощения. Сонгюль. Сонгюль. Брат, остановись. Сказали, чтобы он не умер. Оставь, этого достаточно. Сказали, чтобы он не умер. Охрана! Парень ранен! Я умоляла. Я не смогла убедить Рюзгяра. Что бы ни сказала, не убедила его забрать жалобу. Я умоляла. Но он отказывается. Скажите же что-нибудь, Чичек. Почему вы молчите? Ада. Ты сначала успокойся, хорошо? Почему я должна успокоиться? Я не поняла. Давай уже скажем. Не будем больше здесь стоять. Нам нужно идти к Исуфу. Зачем? С Исуфом что-то случилось. С Исуфом что-то случилось. Фера, скажи что-нибудь. С Исуфом что-то случилось. Исуф. Ранена, да. Что? Парень, ты разум потерял. Что ты творишь? Я кому говорю? Ты убийцей станешь, Рюзгяр. Совершить преступление? Это дело не по мне. А что это тогда? Ты ранил парня. Скажем так, это маленькая необходимость. Можешь думать, что это вложение в будущее. Ты бросил человека в тюрьму, этого недостаточно? Недостаточно. Даже если он 30 лет будет сидеть, Ада 30 лет будет ждать его. Что случилось? Снова проиграл я. Я больше не хочу проигрывать, брат. И ты решил полностью убрать его с пути? Что за глупый план? Когда твои великолепные планы не помогают, я решил перейти к своим планам. Посмотрим, как это будет. Мы знаем его группу крови? Нет, учитель. Тогда узнаем. Нажимай, жми хорошенько. Ну же, Исуф, ты справишься. Группа крови все еще неизвестна. Учитель группа крови, нулевая раж негативная. Хорошо, пока что достаточно второй группы. Очистите рану, зажмите, введите анестезию. Учитель больной приходит с себя. Не бойся. Ты будешь в порядке. Я не смог защитить тебя, парень. Не смог защитить. Кто это? Это попросили передать вам, госпожа Нихаль. И что же это, не знаю. Хорошо, ты можешь идти. Нихаль? Что случилось? Вышли итоги. Вышли. И? Скажи, Нитяни. Кто это? Ты. Есть еще другие отпечатки. Чьи? Это мы не смогли определить в тесте. Интересно, что же это? Отчет о смерти Йилдеры Маузбена. Посмотрим, как умер Йилдер Маузбен. В результате экспертиза в теле Йилдера Маузбена были найдены ядовитые вещества. Его убили. Юсуф! Юсуф! Ада, дочка. Юсуф в порядке, как состояние? С ними ничего не произойдет, правда? Ничего не произойдет. Пожалуйста, успокойся. Как мне быть спокойной? Я хочу видеть Юсуфа. Я пойду к Юсуфу. Ада, оставь, пусть они выполняют свою работу. Ада, успокойся, пожалуйста. Почему ты ничего не говоришь? Что-то случилось, да? С Юсуфом что-то случилось, да? Я пойду к Юсуфу. Начинаю массаж сердца. Юсуф! Юсуф! Нет! Юсуф! Ну же! Давай, Юсуф. Останься со мной. Я пойду к Юсуфу. Юсуф! Ну же! Юсуф! 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 Субтитры создавал DimaTorzok